В общем, разброд, шатание и агония. То, что сейчас представляет у себя украинская власть. Собака бешеная и выбилась она из-под дрессировки. А что залужный? Залужный в это время радуется, что у него уже день рождения прошел и просит не дарить ему никаких подарков на Новый год. Складывается полное впечатление, что киевский режим заподозрил попытку военного переворота и решил провести тотальную зачистку своих политических оппонентов. Купа брехні, дезинформації, маніпуляций та фейків – це те, що показують на російському телебаченні. Але, на жаль, деякі українці також потрапляють під медіатиск Рашистської Федерації. І щоб цьому запобігти, я підготувала для вас новий випуск «Обережно зомбаящик». Про нову масштабну російську іпсо далі. Росіяни запустили хвилю, я б навіть сказала, цунамі, пропаганди та фейків про загибель помічника залужного Геннадія Частякова. Буквально у перші ж хвилини після трагедії вони заявили – це Зеленський вбив помічника залужного. Але, начебто, за досить відверту статтю головнокомандуюча ЗСУ. Українська власть, найнастоячий розкол між Валерием Залужним і Владимиром Зеленським. Все це вийшло вже на новий такий рівень. Началося все з того, що главком ВСУ заявив о тупіковій ситуації на фронті. Кажеться, протистояние Зеленського і Залужного після провала контрнаступлення вийшло на новий рівень. Під Києвом у себе дома при странних обстоятельствах погибає ад'ютант главкома ВСУ Залужного, 39-летний майор Геннадий Частяков. Сообщається, що Частяков подорвался на подаренний на день рождения гранаті. Версії предположений, произошедшого нескільки, пропагандист Цеплиенко со ссылкою на свої істочники Рассказав, що гранаті входили в подарочний набор, який на день рождения Частякову подарував колега, Тоже помощник главкому ВСУ, полковник Чимченко. Тот вже дал показання, якобы сам решил сделать такой подарок, Положив в дерев'яну коробку бутылку виски і шість боєвих гранат. Якобы Чимченко даже сказав Чистякову, Тебя удивити тяжело, поэтому дарю гранаті і бутылку хорошого виски. Удивив. В любом случае, гибель одного із ключевых офицеров в українському генштабі В розгар конфликта между армією і ЗЕ На фоне істерики президента і фіаско на поле боя. Єдва ли несчастний случай. В общем, розброд, шатання і агонія, то, що сейчас представляє у себе українська власть, Неугодних начали потихоньку взрывати. Раскол давний, уже раскол между Зеленським і Залужним, Который вылился сейчас в убийство, на мой взгляд, помощника Залужного. Бо, естественно, нам это будут представлять, и гражданам Украины в том числе будут представлять, как несчастный случай. Но, на мой взгляд, это какое-то некое сообщение Залужному от Зеленского, его кабинета, Как раз вот о том, чтобы он брал назад свои слова о том, что наступление надо сворачивать, Что армия в тупике, что от армии осталось мало чего, и надо уходить в глухую оборону. Треба розуміти, что мета россиян – расколоти украинское суспільство подібными фейками и дезинформацией. Поэтому, даже после официальной заявки министра внутренних дел про то, что это, вероятно, был несчастный случай, Чорнороти не замовчали. Еще больше абсурду дали. Какие тут мы можем выдвинуть версии? Первое, что это убийство, которое было организовано Зеленским и людьми Зеленского. Для чего? Для того, чтобы передать привет своему Залужному. Зеленского могут там поменять на повороте. На переправе коней не меняют, а Зеленского легко можно и поменять, потому что собака бешеная, и выбилась она из-под дрессировки. Ценный кадр Залужный, и ему отправили вот такой привет, что тебе на выборы ходить не надо, иначе все для тебя закончится плохо, потому что вот где там всякие наши западные друзья находятся, а мы с тобой здесь рядом и всегда у себя под боком. Вторая история, которая может быть, и тоже ее не отрицаем, это использование вот этой самой гранаты самим Залужным для того, чтобы ликвидировать своего помощника. Почему? Потому что его помощник мог работать как шпион на Зеленского и работать на его команду. Чтобы вы понимали, кремлевский маразм зайшов настолько далеко, что там навыть злепили фейковое відеозвернение Залужного. И не просто злепили, а еще и на федеральном канале пустили. А что Залужный? Залужный в это время радуется, что у него уже день рождения прошел и просит не дарить ему никаких подарков на Новый год. Хочу обратиться ко всем гражданам Украины в связи с последними событиями гибели моего адъютанта. Я благодарю Бога, что мой день рождения уже прошел. Но хочу вас попросить, ничего мне не дарите на Новый год, Рождество, да и просто от души. Вот так и хочется спросить у Валерия Залужного, а как же распаковка американских подарков или с ними тоже все завязали. А как вам еще такое видео? У меня есть точная информация, что вчера Зеленский ликвидировал моего помечника. Он собирается ликвидировать меня так же, а потом сдать страну. Зеленский – это враг нашей страны. Через него мы полностью провели контрнаступ, втративши півмиллиона лучших сынов наций. Если его не остановить, мы полностью потеряем всю страну. Зеленский постоянно брешь и будет брехать до останнего украинца. Закликаю негайно всех украинцев вийти на центральні площади, а захисникам не підкорятися злочинным наказам командувачів. Негайно розгорнути свою зброю та увійти до Києва. Головнокомандувач ЗСУ не выступал зі зверненням і не закликав до військового перевороту. Відео, створені расистами за допомогою штучного інтелекту. І те, що це діпфейки, визнав навіть Соловйов. Тут же появляется, скорее всего, фейк, де якобы Залужний говорить «Спасибо, у мене вже день рождения був, подарки не прислати». Але сам факт, що хтось ці фейки робить, показує, що і в українському політику ніхто не вірить в случайності. Загибель помічника Залужного з вірогідністю у 99,9% – це трагічний випадок, зазначають мої джерела у правоохоронних органах. Основна версія на цьому етапі розслідування – необережне поводження з боєприпасами. У поліції підтвердили, що знайомий Частякова дійсно подарував тому гранати. Ба більше, навіть попередив, що вони бойові. Але Частяков, ймовірно, у це не повірив. Тому також є пояснення. Бо це не класична у нашому розумінні граната, а універсальна німецька. Вона одночасно виконує функцію як наступальної, так і оборонної. І для того, аби змінити призначення гранати, треба або від'єднати, або приєднати додатковий екран. Тож, можливо, для Частякова це була нова, незвичайна конструкція. Це німецька граната. Вона повністю постмасова, вона виглядє, як, ну не знаю, як ігрушка. Навіть, чужой би людина подумав посторонньо, що це сувенір. Тобто, ця граната розбирається на дві часті. Ось так вона використовується, як наступальна граната, у ній розвиток осколків дуже маленький. Ось тут багато тисяч мелких стальних шариків, і граната превращається в наступальну, в оборонну. Та попри усі пояснення, рупори Кремля все ж використали цю трагедію по максимуму, аби просунути вже класичний наратив про начебто протиріччя між Зеленським та Залужним. Що тільки вони не розповідали. І що це попередження за статтю, і подяка за провальний контрнаступ. І що так Зеленський нібито прибирає своїх конкурентів. Зеленський в інтерв'ю NBC News публічно підтвердив ссору з Залужним і заявив, що не согласен з Главкомом по частини провального контрнаступа. Зеленський сказав, що на войне никакой не тупик і Україна по-прежнему побеждає. Ну і зразу після зубийства ад'ютанта Главкома, якого прочили в президентське кресло, Зеленський відменив своє ж поручення о підготовці к началу виборів на Україні. Тобто, виборів на Україні не буде, а значить Залужний не зможе в них побудити. Ну і Зеленський буде царствувати вечно такий безхитростний план. Ну і вообще, судя по событиям последніх днів, наповненних увольненнями, а тепер ще й убийством окруження Залужного, складається полне впечатлення, що київський режим заподозрив попытку военного переворота і решив провести тотальну зачистку своїх політичних оппонентів. Ну і здесь явно конфлікт інтересів, і очевидно, що Зеленський, команда Зеленська і команда Залужного, у них конфлікт інтересів, і вероятніше, насправді це Теракт, судя по всьому, произведений якими-то одні з спецслужб українських, либо ГУР Міністерства оборони, либо СБУ, можливо, СБУ даже, ГУР, СБУДА, але вам непонятна ситуація. Так вот, я понимаю, що конфлікт виходить на дуже серйозний рівень, причем очевидно, що був план у американців попытатися замінити Зеленського більш удобним для них кандидатом, вероятніше, залужним, і, по-крайні мере, поставити його на растяжку, показати йому, що ми тебе в любой момент знімем, і вот цей одновременно і Теракт, і заявлення Зеленського, я думаю, що вони неслучайні. І це, з іншої сторони, ще намек самому заложному, що не стоїть циватися в більшу політику, йому проще запугати заложного, попытатися запугати його. Разве це можливо, запугати заложного? Ну, тому що заложний в последнєє время, ну, дуже смело й делает висказування, прекрасно понимая, какую реакцію це вызовет у Зеленського. Як говориться, поживем, увидем, я с удовольствию наблюдаю за цим жабагадюкином. Вчера или позавчера появились какие-то, ну, правда, там не прямая речь, но появились, значит, соображения, що да, все-таки выборы, выборы, выборы. Весна 24-го года, все-таки нужны выборы и так далее. Я видел даже там такую, значит, сложную конспирологию, що вроде американцы договорились, значит, проговорили условия з Зеленським, на каких условиях він уйдет, потому що понятно, що якщо будуть честні і відкриті, і демократичні, какой нафиг Зеленський? А кто? Ну, с большой долей вероятности, наверное, предположим, заложний. Человек в авторитете, мужик, который, к тому же за солдатами все время, он на каком, значит, на каком основании он все время с Зеленським спорит-то? Зеленський вроде посылает на убой, но он же говорит, нет, минуточку, не надо, ребят, так сказать, класть просто так, задармато. Ну, как бы, это неплохая позиция, правда? Вот, и вот тут вчера, значит, после этого взрыва, тут появлялись, значит, комментарии с Зеленським, или одновременно с этим взрывом, что говорит, вы знаете, не время для выборов, товарищи. Зеленський уже просто психанул и сказал, значит так, всех, кого надо в ***, никаких выборов не будет, я вообще делаю, что хочу. Человек слетел с катушек. Повністю слетел с катушек автор російських методичок, бо абсурдність їхньої пропаганди, ну, просто зашкалює. Щоб створити иллюзію конфлікту серед військово-політичного керівництва нашої країни, на болотах запустили ще один фейк, що це, мовляв, американці та британці хочуть замінити Зеленського. Скорее всего, британці, им нужно сейчас, чтобы сделать вот раздел армии Украины и Зеленський, опять же, все это связано с теми же выборами. Бриты умеют это делать очень красиво. Зеленський, ну, действительно, уже практически не контролируем своими кураторами. Почему британці хотят сменить его на адекватного Залужного? Залужний сейчас лишился не только одного помощника, он за последние три дня лишился двух помощников. Буквально три дня назад Зеленський уволил зама Залужного Хоренко, да, это главком сил специальных операций. Это вот тоже доверенное лицо, то есть Залужного ослабляют, это и по нему удар. И здесь Зеленський прекрасно понимает, что американцы давят на проведение выборов. Почему они давят? Потому что вот все неудачи Зеленского, все прекрасно понимают, все уже признали, что контрнаступление сорвалось и ничего не будет. И они прекрасно понимают, что им для того, чтобы негатив на Украине, который будет Зеленским и есть сейчас, чтобы не бил, его нужно менять. То есть, условно, Арина Зеленского все списать, да, он виноват, мы все сделали, и вот теперь хороший человек. Зеленский, который монополизировал эту власть, становится уже не просто непопулярным политиком, а максимально токсичным. Та статья, которая была выпущена в британском издании от лица Залужного, она по факту говорит о том, что вот тот самый настоящий лидер, который готов принять, условно, сложные решения, который несет ответственность, в первую очередь, за военно-политическую обстановку. Зеленский в этом плане, хоть и пытается медийно как-то поддерживать активность, мы видим, делает очень неубедительно. Другое дело, что заявление Зеленского о выборах лично я рассматриваю как попытку шантажа. Зеленский таким образом, да, через такое обращение примерно говорит следующее. Если вы выделите 5 миллиардов долларов, которые нам нужно для проведения выборов, это его, кстати, заявление, то мы теоретически можем это провести. Более того, это обращение к Европейскому Союзу, который урезал в два раза с 18 до 9 миллиардов евро ту самую помощь. Поэтому Зеленский, я с коллегой абсолютно согласен, политический труп. Вот как только он перестает быть президентом, а хотя бы даже становится кандидатом в президенты, это политический труп, причем, наверное, и в прямом и переносном смысле. И поэтому Зеленский сейчас делает все возможное для того, чтобы пока еще у него есть хоть какие-то полномочия шантажировать. С одной стороны, Запад, с другой стороны, показывать внутри своим соперникам, что есть самые радикальные способы устранения своих конкурентов. Да, до речи, вас не дивует, что россияне, ну так, уже детально знают все про Украину и американские отношения, больше, чем украинцы и американские. Вже и выгадали, за что же это Байден начебто списал Зеленского. Потому что все делают акцент на том, что появилась эта публикация, она стала для украинской власти холодным душем. И забывают о том, что в преддверии этой публикации был жесткий ультиматум американцев, украинской власти, с абсолютно четкими требованиями. И более того, с временными, так сказать, рамками. А речь о чем шла? Речь шла о том, что от Зеленского требовали уволить Ермака. От Зеленского требовали уволить Шмыгаля. От Зеленского требовали назначить Маркарову, который является послом Украины в Соединенных Штатах Америки. От Зеленского требовали реформировать судебную систему, от Зеленского требовали реформировать силовые органы власти. Как реформировать? Привести их примерно в такое же состояние, в котором находятся все антикоррупционные органы. Под полным контролем американцев. То есть они управляют всеми антикоррупционными органами, и они хотят получить в руки еще судебную систему и силовые органы власти. Более того, требование было уволить министра обороны Украины. Уволили. А кого назначили? Умерого. Он согласовал эту позицию с американцами? Нет. Он по сути себя объявил бессрочным диктатором. Потому что, извините, но войну, которую он не объявлял, опять-таки, да, можно так продолжать 5, 10, 20, 25 лет. И все это время Зеленский будет на часе. Ну, извините меня, как я могу проводить выборы, при том, что, заметьте, американцы от него эти выборы уже требуют. Не мы, в конце концов. Но, тем не менее, и вот по поводу того, то есть... Нам-то вообще все равно, будут там выборы или нет. Нет, нет, я же говорю, мы свои задачи выполняем. Так что в этой связи... Нет, нам, конечно, хотелось бы, чтобы кто-то там был, с кем можно было бы вести затем диалог. Потом, для выполнения тех условий, которые Россия поставила с самого начала. Деноцификация, демилитаризация... Ага, тож, теперь домовлятися про деноцификацию и демилитаризацию они плануют и с Залужным. Ну-ну. Этот конфликт имеет только единственное разрешение. Договорное разрешение об урегулировании и урегулировании территориальных вопросов. Надо заменить господина Зеленского на более какого-то адекватного политика, в том числе Залужного, который готов будет пойти на эти приговоры. А можно вопрос? Потому что Зеленский не пойдет. Усі ці розмови про начебто розкол між Зеленским та Залужным – російська брехня. И шкода, что эту дезинформационную кампанию разгоняют некоторые украинские политики. В частности, телеканал Порошенко говорит, что это теракт, дают понять, что это теракт, что это взорвалось устройство, замаскированное под подарок и так далее. То есть, опять-таки, никого даже не волнует, правда. А эти будут стоять на одной версии, те на другой, поскольку вот эта борьба между Зеленским и Залужным мы видим, приобретаем все более явные, отчетливые формы. Ну, раскола-то нет. Раскола нет. Есть различные взгляды на ситуацию. И в том числе офис Зеленского, он комментирует статью Залуженного и в том плане, что, да, тупик, но это тупик и для России. Что нет раскола между президентом и военным ведомством. Нет раскола между президентом и Министерством обороны. Определенные разногласия, да, есть, конечно, потому что нужно переформатировать. Чуть-чуть вы измельчили свою позицию. Когда мы вас спрашивали обо всем этом раньше, еще пару недель назад, вы говорили, что все дуют в одну дудку, никаких вообще разногласий не присутствует. Ну, а теперь, Андрей Владимирович. Нет, я еще раз говорю, понимаете, мы все время здесь пытаемся использовать слово раскол. Это не мы, мы цитируем Ермака. Раскола нет. В Ермакане он не говорил о расколе. Раскола нет. Ну, тактику раскола Россия пытается. Это понятно, потому что вся наша информационная политика сейчас направлена на то, чтобы показать, что якобы там разногласия чуть-чуть не убивает друг друга. Сдаётся, тут все очевидно. Тож, как сказал министр обороны Украины Рустам Умеров, не варто ставати в информационной войне, яка є складовою російської агресії против Украины, пішаками и, тим больше, помечниками. Не поддавайтеся ворожій пропаганді. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. І пам'ятайте, наша сила в єдності. Не дозволяйте росіянам посіяти у ваших головах зерно розбрату. Це був обережний зомбоящик. Дивіться нас і поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від московицьких фейків. До зустрічі! Дякую за перегляд!